Всем привет! Посмотрел «Примадонну» с Мэрил Стрип. Кино, конечно, достаточно специфическое, но мне понравилось. Ну а кому его лучше посмотреть, сейчас расскажу. А если вы учитесь в универе и не успеваете вовремя написать курсовую или диплом, то на помощь вам придет Ворк 5. Ворк 5 – это лидер по написанию учебных и научных работ на заказ в России. 12 лет на рынке, 15 офисов по всей стране и более 2000 авторов работ. Просто заходите на сайт по ссылке в описании и заказывайте работу любой сложности и на любую тему. А для подписчиков скидка 20% на любую работу по промокоду Кинокритика20. «Примадонна» – это биографическая трагикомедия совместного производства Великобритании и Франции. Режиссером стал Стивен Фрирс, английский постановщик, который оставил королеву с Хелен Миррен и ленту «Опасные связи». На производство «Примадонны» было выделено 29 миллионов долларов, а премьера состоялась еще в 2016 году. Сюжет очень даже забавный и рассказывает историю оперной певицы, которая стала известна благодаря полному отсутствию слуха, голоса и чувства ритма. В оригинале лента называется «Флоренс Фостер Дженкинс». Именно так звали американскую певицу из Нью-Йорка, поражавшую людей своими перформансами. Она имела интересную особенность личности, которая относится к метакогнитивным искажениям и носит название «Эффект Даннинга Крюгера». Суть заключается в том, что люди принимают неудачные решения и делают ошибочные выводы, но при этом они совершенно не осознают свои ошибки в силу низкого уровня квалификации. Проще говоря, такой человек думает, что он талантлив или даже гениален, хотя на деле является полной бездарностью и совершенно искренне этого не осознает. Флоренс Дженкинс всегда мечтала петь, но не осознавала полное отсутствие музыкальных талантов. От отца она получила хорошее наследство, поэтому многое могла себе позволить. Например, она основала клуб «Верди» – сообщество любителей классической музыки, где регулярно выступала. Со временем вокруг Флоренс сформировалась обширная тусовка, в которой были как действительно любящие её люди, так и всякие нахлебники. Мотивы у них были разные, но результат был один. Всё окружение старательно поддерживало убеждение горе-певицы в её гениальности. Её управляющий Сент-Клэр Бейфилд устраивал закрытые концерты, куда приглашались только подготовленные люди. Купленные газетёнки писали хвалебные отзывы, ну и так далее. В конце концов, Флоренс замахнулась на большое открытое выступление, которое её близкие уже не могли держать под контролем. Вот обо всём этом вкратце и рассказывает фильм. Кстати, по мотивам её биографии уже выходила в 2015-м французская лента, и даже есть успешные пьесы. На первый взгляд, такая сюжетная завязка выглядит оригинально, а фраза, основанная на реальных событиях, добавляет интереса. Но вот специфика повествования может не всем понравиться. Дело в том, что события происходят в светской тусовке, где большинство людей носит аристократические маски, многие из которых и вовсе лицемерные. В том числе маски приходится носить героям Хью Гранта и Саймона Хелберга, и вот здесь и возникает проблема. Ты долгое время не испытываешь к ведущим персонажам симпатии, отчего фильм поначалу не цепляет вообще. Первые минут 30 вам придётся наблюдать чёпорный быт главных героев, какие-то светские рауты с престарелыми девами и дурацкие сценические постановки в клубе Верди. Дальше всё становится интереснее, но специфичность остаётся, потому как здесь начинает петь главная героиня, и поёт она ужасающе, просто невыносимо. Она визжит, кудахчит и самым адским образом не попадает в ноты, из-за чего у меня возникало чувство испанского стыда. Но знаете, невыносимо было поначалу, затем даже приходит какое-то лёгкое чувство эмпатии. Ты начинаешь осознавать, что человек-то совершенно искренне выкладывается от души. Через певицу и её историю авторы как бы говорят зрителю, не столь важно, чем ты занимаешься, как хорошо ты это умеешь и, что говорят окружающие. Главное, что ты чувствуешь и делает ли это твою жизнь лучше. Ну и ещё у создателей получилась хорошая иллюстрация того, как сильно у людей может отличаться восприятие одних и тех же вещей. Вот эта двойственность чувств при просмотре и нравится. Не помню фильма, который бы вот так эмоционально разрезал меня. Как говорится, и смешно, и грустно. Так что для меня этим он был по-своему прекрасен. Поначалу может показаться, что авторы ограничились примитивными мыслями, мол, верь в себя, делай от души, приправляй всё это традиционным призывом к терпимости и поиску взаимопонимания. И так оно и есть. Но ключевая мысль здесь другая. Под конец герои таки раскрываются полностью. И ты понимаешь, что это фильм о большой любви. Причём не столько о любви к музыке, сколько о большой, человеческой, духовной любви и взаимоподдержке. Ублюдские лицемеры, ловелас в лице мужа Примадонны в исполнении Хью Гранта, в конце фильма предстаёт очень преданным и чутким. И ты понимаешь, что у них с Примадонной были и есть сильные чувства, пусть и не плотские. В общем, картина, которая поначалу казалась невыносимой и примитивной, к концу собирает воедино все мысли и заставляет хорошенько задуматься. Интересный факт. В конце, во время титров, нам показывают сцену записи пластинки с её ужасающим пением. Так вот, сцена эта правдива. В 1937 году звукозаписывающая студия предложила Флоренс записать грампластинку. Мадам Дженкинс проявила весьма оригинальный подход к студийной работе. Все репетиции и настройки аппаратуры были ею отвергнуты. Она просто пришла и запела. Диск записывался, и все дорожки были записаны с первого раза. После прослушивания записей она назвала их превосходными и потребовала, чтобы грампластинки были отпечатаны именно с них. Вот такой вот интересный был человек. Снята картина тоже хорошо. Антураш то эпохи, автомобили, декорации, наряды, всё под стать. Но действие в основном происходит в помещениях, так что особо не обольщайтесь. В прошлом году фильм даже получил несколько наград за лучшие гримы и костюмы. Актерский же состав тут подобрался просто великолепный. Так что в плане игры всё отлично. Мэрил Стрип, Хью Грант, Ребекка Фергюсон и Саймон Хелберг выглядят убедительно. Хотя их герои поначалу слабо располагают к себе зрителя. Стрип за Примадонну была в 20-й раз номинирована на премию Оскар. А в этом году уже успела получить 21-ю номинацию. Стоит отдать ей должное. В своей 69 она продолжает подбирать для себя интересные разносторонние роли и выкладываться в каждое из них. Здесь она тоже не особо себя жалела. Где надо и слезу уронит, и вокал сымитирует как у Флоренс. Очень порадовал Саймон Хелберг, на которого я привык смотреть в одном из моих любимых сериалов Теории Большого Взрыва. Саймон местами играет чуть ли не лучше Гранта и Стрип, за что также был номинирован на Золотой Глобус как лучший актер второго плана. Крутой актер, почаще бы его видеть в крупных картинах. В общем, на мой взгляд, получилась хорошая, очень необычная и поэтичная трагикомедия со множеством интересных мыслей. Но кино это сугубо для очень взрослых людей, мудреных большим жизненным опытом, длительно женатых или хотя бы состоящих в длительных отношениях. Люди помоложе и те, которые пойдут на фильм в ожидании традиционной драмы, бродвейского шика, блеска, интрижек, динамики, точно не оценят. Так что, если сомневаетесь, то лучше посмотрите фильм дома. Мне же кино понравилось. Ребята, на сегодня все. Надеюсь, ролик вам понравился. На днях я еще выпустил обзор фильма Хэллоуин, так что можете тоже посмотреть по ссылочке. Ну или какие-нибудь предыдущие ролики. А еще можете подписаться на мой инстаграм, я буду очень рад. Ну и меня зовут Илья Бунин. До скорого. Пока.